Добрый день! Мы находимся на опытном поле в Липецке. И сегодня я хотел бы поговорить с вами об одной важной сельскохозяйственной культуре, которая приехала к нам из Нового Света. И это... Конечно же, картофель. На сегодняшний день практически все обработки фунгицидами завершены. Так и ожидалось, схема компании Сингента проявила себя наилучшим образом. И найти заболевание на этом поле практически невозможно. И только на контрольном участке мы можем с вами найти пятна альтернария. На остальном же поле заболевания отсутствуют. И у нас осталась только одна задача. Это сделать десекацию картофеля. Но для этого нам нужно перенестись немного в будущее. Вот и пришло время зарегонить наш картофель. Применение регона форта позволит нам решить несколько задач перед уборкой картофеля. Во-первых, высушить ботву картофеля, которая может сохраняться зеленой до самого момента уборки. К тому же, после десекации на клубнях образуется более плотная кружура, что позволяет нам снизить травмированность при уборке и поражение раневыми болезнями. И картофель будет лучше храниться. Плюс мы воспроизводим естественное отмирание ботвы, и клубни доберут все, что им положено. А мы получим немного больше урожай. Кроме этого, мы обеспечиваем дополнительный контроль болезней, которые в случае механического удаления ботвы гарантированно попадают в почву. Ну а еще мы избавляемся от сорняков, которые могли остаться на поле. А чтобы предотвратить заражение клубни фитофторозом, мы добавим препарат Шерлан. Так как он способен обездвиживать зооспоры фитофторы, и это отличное свойство для завершающей обработки. А мы приступаем к десекации, а затем мы посмотрим, как сработал препарат. Субтитры создавал DimaTorzok